Детский нейрохирург Играют на улице И получают множество травм Вот вы как заведующий нейрохирургическим отделением Пожалуйста, расскажите Ваше отделение Детишки с какими травмами поступают чаще всего? Ну, в основном К нам поступают нейрохирургию Черномозговые травмы Разной степени Тяжести То есть, алёг степени до тяжёлой степени Они могут и самостоятельно обращаться Или сила скорой медицинской помощи При поступлении в приёмное отделение При тяжёлых черномозговых травмах Мобилизуемся все Все специалисты детской областной больницы Нерехирург, травматолог, уролог И все основные Анестезиолог, реаниматолог Осматриваем тяжёлых больных И уже Если больной тяжёлый, тогда госпитализуем реанимацию Ну, если более Травмы Средней или лёг степени, тогда профильное отделение Ну, у нас есть система оповещения В этой больнице При тяжёлой травме То есть, осматриваем И уже после осмотра проводим Нейровизуализацию То есть, компьютерную томографию Головного, мышечного отдела Грудного и пояснического Крестового отдела И таза Для исключения Каких-то травм внутренних органов Скажите, при каких обстоятельствах Поступают дети? То есть, ну, как они получают эти травмы Чаще всего? Травмы, получается, там по-разному По-разному Падение с высоты Через москитные там сетки Да? После ДТП На площадке Удар качелям По сказанному Упал Ударится Уличная травма Ударится Бытовой травмы Тоже достаточно хватает С кровати упал С пеленалника Вот там тоже Упал ребенок Или еще Также после домашнего насилия Тоже бывает То есть, бывают случаи Достаточно Тоже бывает, да Я не говорю, что там так Слишком много Но бывают вот так Такие травмативные Самокатчики Тоже в последнее время Тоже участили Вот такие Травмы Они все поступают В детскую областную больницу И получают у нас Квалифицированную Медицинскую помощь Расскажите Вот давайте рассмотрим Небольшие частные случаи Про выпадение из окон Да, у нас в самокатчике Вот наиболее часто По статистике Расскажите Как нужно действовать То есть Ну, понятно, что Родители в основном Отвечают за детей Но если все-таки Родители не досмотрели И, допустим, маленький ребенок Выпал из окна Причем этаж какой-нибудь высокий Как быть? Что нужно делать? Чего не нужно делать? Расскажите, пожалуйста Ну, самое главное После падения Если ребенок выпал Из окна Упал на пиво Не передвигать его Потому что очень часто Если твердый предмет Или я бетонный пол Упадриваю Очень часто Как правило У них множественные там переломы Да? Может быть Перелом черепа Ищельного отдела Позвоночника В грудном Пояснище-крестового отдела И травма Внутренних органов И при нестабильных переломах С острыми концами Да? Осколы перелома Можно наоборот Большой урон Нанести Еще хуже То есть Лучше В таких моментах Ждать Скорую медицинскую помощь В принципе Скорую медицинскую помощь У нас в Твери Сейчас работает Очень оперативно Быстро Все За это время Ничего не произойдет Но в жизни Всякое бывает Может потребуется Там Как-то Дыхание Рот в рот Или Рот в нос Но тогда Так же Без шевеления Какие-то Передвижения Там ребенка Это нежелательно Этого дела Без медицинского образования Потому что Очень часто Перемещение Вот этих Таких детей Надо только Через транспорт Мужчина А в основном У людей рядом Вот этого нет То есть Можно навредить В таком случае Можно навредить Да Скажите Какие могут быть Последствия Последствия Могут по-разному Зависит Во-первых От степени тяжести Полученной травмы При Тяжелой травме Последствия Они более такие С когнитивными Расстройствами На будущее То есть Она бесследно Не проходит Да Бесследно При тяжелых травмах Требуется наблюдение И часто наблюдение В основном У невролога Может быть И травматолога Если перелом Какие-то кости были И педиатра То есть Они должны Часто Вот Наблюдаться Чтобы потом Выявить В раньше времени Какие-то там Резкие Какие-то изменения А при более Легких Черномозговых Травмах Ну Два месяца Наблюдения После травмы Это достаточно Я в случаях Лег через мозговую Травму Ну Стрясение Головного мозга Вот так В том числе Ну Постоянного Наблюдения Это нежелательно Но на какое-то Короткое время А если Травма была Тяжелая И ребенок Прошел через Реанимацию Ну тогда Это надо Очень долго И в подростковом Возрасте Тоже наблюдать Вот таких детей А если Брать Вариант С ДТП То есть Схема та же Ну в плане того Что не нужно Передвигать Нужно дождаться Специалистов Еще есть Какие-то Может быть Рекомендации Да То же самое После ДТП Если машина Сбила Ну как часто Бывает Да Сбил на пешеходном Переходе Так же Бывает Может быть Неправильно Перешел дорогу Или С нарушением У самого водителя Автомобиля Всякое бывает Вот где-то Сразу Хватать ребенка Куда-то Перемести Куда-то Нежелательно Лучше Блокировать Движение Вот там Самое главное Чтобы наезд Других автомобилов Там не было И какое-то Тоже Сщевеление Вот неприемлемо И ждать Бригаду Скорой медицинской помощи Это вот Золотой Вот такой стандарт Там Чтобы у практики Доказано Что все Перемещения Потом заканчивается Очень Плачевно Такой Плачевно Расскажите Какую роль играет Вовремя оказанная Ну как бы Помощь Правильно Оказанная Медицинская помощь Вовремя Правильно И своевременно Оказанная Медицинская помощь Это ключ Потому что Если острое кровотечение А вы будете Какую-то помощь Через 3-4 часа Человек может погибнуть От массивной кровопотери А при быстрой реакции Да Своевремя Принятие Там решения Можно как-то Предотвратить И больше прогноз Более такой Благоприятный То есть Своевременное Вот принятие Решения О помощи Это Это даже Начало Вот это К всему Это ключ То есть Своевремя Принятие Решения Потом уже транспортировки Уже в специализированное Медицинское учреждение Расскажите Вот ребенок поступает В ваше отделение То есть Как организована работа Специалистов То есть Врачей Медицинского персонала То есть Какой дальнейший путь Вот при получении травмы Ребенок со скорой помощи Попадает В вашу клинику В детскую областную больницу В детскую областную Да При поступлении В случае Тяжелочередно-мозговой травмы Мы уже заранее У нас группа есть Объявляем Что вот такой ребенок Вводит вот такого Такого ребенка Чтобы мы были готовы Чтобы все специалисты Квалифицированные специалисты Были готовы на месте Да По всем отделениям А когда ребенок Уже поступает Объявляем То есть Время когда Снимать еще Со скорой медицинской помощи Уже до приемного отделения Уже медицинская сестра Приемного отделения Через громкоговоритель Объявляет По всем отделениям У нас вот Все стоит В каждом отделении Даже в операционном у нас Объявляем Что вот падение Из высоты Или тяжелого Такого Поступает И уже Мы уже готовы Полностью спускаемся Вот на первый этаж У нас Реанимация на первом Приемном отделении На первом этаже И все специалисты Все вместе Осматриваем Этого ребенка Если надо Переводим Шоковый Кабинет Ну у нас есть Такой И быстро проводим Нейровизуализацию То есть проведение Компьютерной томографии Головного мозга Шейного Грудного Отделя пояснично-крестцового И таза Вот это Как стандарт Чтобы ничего Не пропускать И уже По результатам Всех этих анализов Взятия крови И так далее УЗИ Брушнополости Мы уже определяем Именно больше К какому профилю Относится Вот пациент В случае Если травма тяжелая Ребенок идет В реанимационное отделение У нас две реанимации Да Для новорожденных И уже Для старшего возраста Мы уже Разделяем этих больных И дальнейший ребенок Уже наблюдается Уже туда Так же Там смотрят Там все врачи Детско-областной больницы Но главенствующие Это К какому отделению Относится Вот это Ребенок И так далее По стабилизации состояния Из реанимации Если уже Не требуется Да Реанимационные Какие-то там Мероприятия Тогда мы переводим Этого ребенка Уже в профильное отделение В данном случае Если нейрохирургия Тогда ко мне Нейрохирургическое отделение И уже распределяем Этого ребенка По палатам И уже лечится Врач Занимается Под контролем Занимается Этим ребенком Под контролем Заведующего отделения Леон Патрикович Скажите пожалуйста Какие советы Можете дать родителям Что нужно сделать На что нужно Обратить внимание Чтобы предотвратить Подобные случаи Детского травматизма Первое Не оставить детей Без присмотра Это очень-очень важно В основном Все это происходит В летнее время Я понимаю Радость Тепло И так далее Родители Немножко В деятельности Теряют Где-то на кухне Что-то готовят Ребенок В зале Сам по себе Вот этого Делать не надо И при этом Окна открыты Только Москитность Сетки Да Ограничивает Вот этого дела Ни в коем случае нельзя Ты быть постоянно рядом Я понимаю Что это Очень трудная задача Ну хотя бы Вот Стат Блокаторы Блокировки Это самое Да Они сейчас Везде есть Это не проблема Везде есть Продаются Это самый простой Не на низком уровне А выше Чтобы ребенок Не открыл Ты блокировку Стави на огонь И пожалуйста И на микроподдув Прямо на распашку Вот это огонь Нельзя вот этого делать Потому что рано или поздно Все закончатся Очень именно Для маленьких детей И так же на кухне Нельзя оставлять детей Когда у вас Чайник там греется Там вы собираетесь Там чай попить Или кто-то вам звонил И вы пошли Дверь открыть Или в зал Или как тоже Это хватает у ребенка Минуту Он поднимается на стулочки И можешь опрокидывать На себе Таких У нас тоже хватает Поступает Вот так Что мама Они все в слезах Вот там Я только буквально пошла В этот зал За телефон А он успел Подняться И опрокидывал На себя То есть постоянно Ну пожалуй Вышли В этот зал Ну закрывайте Кухонную дверь Не надо Вот так Вот так оставлять И так же На пешеходный переход Не надо Впереди идти А ребенок Сам по себе Потому что Когда ребенок Даже в руках Вы держите Под ручку Вы можете Любое время Даже видеть ДТП И спасти ребенка Да Уберет ребенка От удара Это тоже Такие моменты Я перед глазами Я видел Вот так Такие моменты Что мама держала И успела И ребенок Попал бы В страшный ДТП А если он был один Сам по себе И так же На велосипедах На пешеходном переходе Ну не надо Проходить На велосипедах Спускаться В велосипедах Держать Это всегда Вот так Такие вот Элементарные Вот такие моменты Вот так На самокатах Шлемах Пожалуйста Вот кататься В основном Я смотрю Наш город Они все молодежь Никто шлем Практически не одевает Ну это так же нельзя Да Обязательно бдительность Нужно с ребенком Больше говорить Что есть опасности Потому что У них еще нет Достаточного Да Опыта Чтобы понять Самостоятельно Я думаю Что все Кто смотрел Нашу передачу Поняли основные Как бы моменты На которые Да стоит обратить внимание Спасибо вам большое Ну что ж Наша программа Подошла к концу Это была Тем дня Комментарий До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова